Если обеспечить черепахе хорошие условия и приобрести для нее просторный террариум, 100 литров для одной рептилии, островок, суши, где черепаха может греться, ультрафиолетовую лампу и лампу накаливания, внешний фильтр, тогда в дополнительных прогулках по дому питомец точно нуждаться не будет. Эти условия имитируют место обитания красноухой черепахи в дикой природе. Если владелец будет правильно кормить свою любимицу, следить за ее здоровьем, вовремя менять воду и создаст другие надлежащие условия в акватеррариуме, этого вполне хватит, чтобы черепашка прожила долгую и счастливую жизнь. Но иногда человеку может наскучить наблюдение за жизнью питомца в террариуме. Тогда черепаху можно вынуть из домика и отправить немного прогуляться. А иногда черепаха просто нуждается в прогулках не столько в доме, сколько под солнышком. Это будет полезно в том случае, если в террариуме стоит некачественная лампа, которая не излучает нужного количества света. Он необходим черепахам для правильного формирования панциря и предупреждения рахита. Помните, что черепаха – это не кошка или собака, которую можно со спокойной душой выпустить и пойти по своим делам. Черепаху на полу поджидает немало опасностей. Хозяин красноухой черепахи должен быть крайне внимателен, если решил отправить своего питомца на променад по дому. Красноухая черепаха не так медлительно, как некоторые ее собратья. Эти рептилии, особенно молодняк, могут быть очень даже шустрыми. Вы и сами не заметите, как черепашка ускользнет куда-нибудь за диван или шкаф. Прогулки по полу могут привести к простуде. Это для нас пол комфортной температуры. А теперь представьте, какой резкий перепад температуры чувствует рептилия, когда ее опускают наполовину. Под лампой накаливания сохраняется температура 30-32 градуса, а в ней террариума – 23-25 градусов. Гуляния по дому черепахи не воспринимают как интересное развлечение. Оказавшись на такой просторной местности, рептилия захочет спрятаться куда-нибудь в угол, где ее будет непросто найти. Маленькие черепаши-то рискуют попасть под ноги зазевавшихся домочадцев. Это грозит травмами или чем-то похуже. А еще частые хождения по полу могут деформировать их конечности. Все-таки в воде красноухие черепахи чувствуют себя гораздо увереннее. Малышей вообще нельзя трогать руками, так как их панцирь еще формируется, и его можно легко повредить. Даже легкое сдавливание может пагубно отразиться на дальнейшей жизни особи. Ни в коем случае нельзя класть черепаху на пол, если в доме есть собаки или кошки. Поверьте, любознательные четвероногие обязательно захотят попробовать рептилию на зубок или поиграть с ней в веселый боулинг. Красноухие черепахи – животные довольно агрессивные и своенравные. При попытке взять черепаху, вы рискуете быть укушенным. А челюсти у них крепкие, так что будет больно. Кстати о челюстях. Красноухие черепахи очень прожорливы. Поэтому все, что они встретят на своем пути во время прогулки по полу, они могут запросто съесть. Даже маленький гвоздик или конфетку. Поэтому пол в доме должен быть идеально чистым. В летний период можно вынести черепашку в тазике на балкон. Отлично, если на балкон падают солнечные лучи, под которыми рептилия может нежиться. Но не забудьте чем-нибудь прикрыть половину тазика на случай, если черепаха захочет отдохнуть от солнечных ванн. Идеально, если у вас есть частный дом, где можно оборудовать специальный бассейн для черепах. Главное не забыть смастерить рептилиям островок суши и накрыть бассейн сеткой рабица. Это защитить черепах от хищных птиц. По периметру бассейн тоже лучше оградить сеткой, чтобы другие животные не приближались к черепашему царству. Если вы решили погулять с черепахой во дворе, знайте, это плохая идея. Стоит вам только на секунду отвернуться, как друг в панцире вмиг прошмыгнет в высокую траву. Найти после этого питомца у вас вряд ли получится. Нельзя забывать о разных ядовитых растениях, о курках и тому подобное, которые любознательная черепашка захочет попробовать. Это неминуемо приведет к гибели животного. Другая опасность – дети. Они точно заинтересуются черепашкой и окружат ее толпой. Такой стресс питомцу ни к чему. Будет гораздо лучше, если вы позаботитесь о комфортном проживании красноухой черепахи в акватерариуме. Там ей будет намного безопаснее и спокойнее. А прогулки по дому и тем более по улице ей не так уж и нужны. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.